Итак, пошел второй год моего челленджа без алкоголя. 2 января прошлого года, 19 я решил, что больше не бухаю. Собственно, какие результаты, что из этого вышло, хочу с вами поделиться, рассказать. Жалею ли я о том, что я не выпиваю? Что я приобрел? Что я потерял? Погнали. Первое бесценное приобретение это, конечно же, спорт. Спорт не спадуна или между праздниками, а спорт ежедневный. Спорт, который вошел в привычку. Сейчас начало 7 утра, а я уже иду в зал. Идея в 2018 году, когда спорт в моей жизни, блядь, только начинался. Представляете, это я раньше, блин, до 40 лет, грубо говоря, ну, практически не занимался спортом. Да, это школьные годы, это, возможно, времена ПТУ и иногда маленькие заебчики, что, наверное, пора начать отжиматься там, или ходить во двор на брусье. Ну, это было, блин, ну, максимум месяц-полтора. Я был спортсменом, а потом опять забивал. Так вот, в 2018 году, когда стал уже заниматься более-менее спортом постоянно, вот, я пытался его дружить с алкоголем, то есть сначала стал заниматься месяца-полтора, я не употреблял алкоголь вообще, потом, ну, а стал опять немножко попивать пиво, там еще что-то, в принципе, ну, как бы, что случится, все же это делают. Вот, но именно в моем случае получилось так, что все, что, например, я нарабатывал на тренировках там за неделю, две, три, был какой-то прогресс, я чувствовал себя лучше, чувствовал себя в каких-то моментах немножко здоровее и сильнее, а мои попойки все это дело откатывали назад. Следующий плюс отказа, отказа от алкоголя, это, конечно же, дисциплина. У вас исчезают из графика дни, когда вам тяжело встать, когда вам не хочется куда-то идти, когда у вас были бурные выходные, и понедельники вам не кажутся хреновыми и страшными, и тешелыми. Наоборот, понедельники начинают вдохновлять как начало чего-то нового, чего-то свежего. У вас все время работает нормально мозг, рождаются какие-то креативные идеи, и, собственно, нету таких провалов, знаете, как будто в говно наступило, потом надо немножко оттереться. Тут такого нет, вы всегда в хорошем ритме, вы всегда нормально соображаете и чувствуете себя прекрасно. Собственно, вместе с дисциплиной образовался режим дня. Каждое утро я легко стал просыпаться в 5.30, вот, и я стал успевать спокойно там на утренние тренировки, которые начинаются у меня там в 6 утра, ну, с 6 до 7 примерно в это время я прихожу, когда как мне удобно. Когда у тебя выстроен такой режим дня, когда у тебя есть график, у тебя появляется полный нормальный день, в который ты успеваешь много всего, ты нормально отдыхаешь, ты нормально тренируешься, времени хватает на все. Соответственно, постепенно у меня отсеялись посиделки, я стал меньше посещать заведения в которых, ну, заведения питейные, это такие, как, например, какие-то пивные крафтовые пабы, потому что, ну, по сути, мне это уже не интересно. Вот, и для того, чтобы, так сказать, заполнить этот пробел, ты ищешь новое окружение, ты ищешь людей, с которыми тебе интересней общаться вне пабов. То есть я стал больше общаться с людьми, которые занимаются спортом, с людьми, которые ставят себе какие-то цели, задачи, планы на год, люди, которые участвуют в всеразличных спортивных челленджах, которые пробуют себя в разных замесах и от этого кайфуют. И, соответственно, я тоже этим заболел, я стал заниматься бегом, стал пробивать какие-то дистанции для себя, на тренировках тоже старался там, поставил себе приложение «Страва», которое меня мотивировало и мотивирует до сих пор все время делать какие-то результаты, участвовать в каких-то челленджах. Это очень сильно тоже дисциплинирует и ты от этого получаешь кайф. То есть вот тебе реально кайфово чего-то добиваться, особенно мне уже после сорока лет, когда я мало занимался спортом и ходил в какие-либо спортивные секции, то сейчас вот этот вот пробел мне захотелось заполнить. Мне захотелось медалей, мне захотелось каких-то грамот, мне захотелось какого-то участия, общения и каких-то новых людей, и они в моей жизни появились. И получается, что вместо вот тех же самых посиделок в пабе за кружкой пива, я стал устраивать посиделки на встрече рассвета, куда мы прибегаем с компанией людей, которым это тоже интересно. Мы берем с собой термосы, мы берем с собой кофе, мы встречаем рассвет, пьем кофе, общаемся и разбегаемся по домам. И ты делаешь красивые фотографии, ты снимаешь какое-то видео и ты от этого кайфуешь. Я ничего не могу сказать плохого в посещении пабов и общении с друзьями, но мне сейчас это по минимуму интересно, а по максимуму интересно врываться в какие-то челленджи, ездить в какие-то другие города, встречать там людей, которые такие же больные, как и ты. И вот такое общение мне на данный момент нравится больше. Получается, что одно ты теряешь, но приобретаешь другое. Конечно, это сложно. Ты не хочешь ходить туда, куда ты раньше ходил, ты практически не хочешь общаться с теми, с кем ты раньше общался. И даже есть, ну, как бы некоторые музыканты, которых я все время поддерживал, приходя на их концерты. Вот сейчас я говорю о группе О'Хамстерс, которые постоянно приезжали, мы с ними пили пиво, мы с ними веселились и прочее. И вот последний, например, приезд О'Хамстерс, я просто прибежал немножечко сделать несколько фотографий и я ушел. Я даже не бронировал себе столик, я даже ничего не заказывал в этом пабе, потому что, ну, я не могу ворваться в этот движ, ну, мне уже не так. Вот сегодня мне опять пришло приглашение, что вот в этом году в марте там опять будет День Святого Патрика, опять О'Хамстерс приезжает к нам, а я даже не знаю, как себя заставить, чтобы туда пойти. А я уважаю этих людей и, скорее всего, я приду просто опять же поздороваться, сделать какие-то фотографии, выпить, блин, стакан Кока-Колы и я уйду, потому что мне это уже не интересно. И даже случилось такое, я очень люблю группу Agnostic Front. Agnostic Front приезжала в Киев в прошлом году и я очень хотел туда попасть, я хотел поехать, хотел купить билет, но когда в моей жизни случился бег, я взвесил бюджет, расходы на эту поездку, ну, это же покупка билета, это проживание в Киеве, это дорога до Киева и обратно, плюс надо что-то есть. Сумма получилась, в принципе, ну, такая достаточно, ну, не то чтобы прям большая, но и не маленькая в том числе. То есть, если положить на другую чашу весов беговые классные кроссовки, которые в данный момент мне были нужны, то, блин, кроссовки победили, они получились даже, может быть, чуть-чуть дешевле. То есть, меняются приоритеты. Тут я очень мечтал попасть на Agnostic Front, но купил себе, блин, беговые Nike, в которых бегаю и я об этом не жалею. Делались другие отношения с моей дочерью. То есть, возможно, на подсознании дочь все равно понимает, да, то, что если папа пошел гулять на какой-то там концерт, то он придет домой под датой. Хоть ребенок об этом и не говорит, но ребенку по-любому это, ну, некомфортно. И я помню себя, у меня мама выпивала, выпивала достаточно часто. Если мамы поздно нет с работы, если у мамы какой-то корпоратив, если она пошла куда-то там гулять с друзьями, я не мог уснуть. Я переживал, что вот она сейчас придет пьяная. И я так сильно нервничал, хотя да, она приходила тихонечко, ложилась спать, сразу отрубалась, но это с детства у меня как-то отложилось. И даже когда вот я слышу, что там на этаже соседи пьянствуют, да, там бухают, идет какой-то праздник, у меня до сих пор есть что-то такое, вот оно какое-то не по себе. То есть это люди, которые не могут трезво там оценивать ситуацию, которые не могут трезво мыслить и трезво действовать. Я сам ужасный, когда выпиваю, у меня сносят башни, я творю какие-то непонятные вещи. Ну и как бы, но когда я трезвый, я сам всего вот этого опасаюсь. Соответственно, понимая своего ребенка, то что ей намного качественнее, ей намного лучше, когда ее папа каждый вечер дома, когда ее папа никуда не уходит на ночь, когда от него не пахнет алкоголем, когда он понимает, что он делает. Ну и, соответственно, она и чувствует себя намного увереннее, нежели когда папа ушел с друзьями гулять. И я считаю этот момент тоже очень важным. И это только плюс. Это только плюс моего, так сказать, челленджа. Что я потерял? Ну, конечно же, ты чувствуешь себя немножко обрезанным. Потому что, почему я перестал бухать? Ну, во-первых, как я уже говорил, то что это мне мешало спорту. Мне очень хочется заниматься спортом и развиваться. Алкоголь, ну вот, не могу я его совместить вместе со спортом. Плюс у меня есть такая черта, то что если я где-то немножко лишканул, то я могу улететь в запой. Об этом я могу снять следующий ролик. Потому что проблема вообще алкоголя в моей жизни, она, ну, есть. Она была. И было очень много ситуаций нехороших, связанных с алкоголем. Каких-то, может быть, хороших я даже особо так и не вспомню. Вот. И я ужасно чудил. И, соответственно, я не могу с ним дружить. Вот. Я могу, да, какое-то время выпивать там крафтовое пиво, этим всем интересоваться, общаться с людьми. Но до поры до времени. Потом наступает какой-то момент, где обычная дегустация крафтового пива превращается в какую-то тотальнейшую пьянку. Когда я с утра просыпаюсь, у меня сильно раскалывается голова. И во мне уже просыпаются другие бесы, которые говорят то, что «Ай, сегодня еще этот день как-нибудь давай перекрутимся, немножко похмелемся, все подождет. Ты все равно, чувак, устал». И начинает нестись синяя дичь. Ну, об этом в другом ролике. Если вы хотите, чтобы я такой снял, ну, об этом всем рассказывал, то пишите в комментариях, типа, «Да, блин, нам интересно». Если, ну, реально, комментарии будут, если вам интересно, то я об этом расскажу. А сейчас о другом. Я потерял, опять же, так сказать, общение с людьми, с которыми я общался на теме пива, на теме каких-то крафтовых движух. То есть это все-таки там крафтовые фестивали, это интересные дегустации, на которые приходят реально интересные люди. Это хозяева заведений, с которыми я в хороших, отношениях. Но в связи с тем, что я перестал, как бы, это делать, то даже на открытие паба, который я очень ждал, что папа в нашем городе открылся, хорошие люди, они долго к этому шли, строили, строили и, наконец, построили. И в тот момент, когда они построили, я уже этим, ну, я не употребляю, я этим не интересуюсь. Просто пойти туда поесть салат, когда на кранах стоит пиво и все-таки это пивной паб, и акцент идет на крафте, я не хочу. Я на открытие пришел, выпил стаканчик, кружечку кофе, ну и больше там, собственно, не появлялся. И в этом, да, я понимаю, что в этом есть минус. Я теряю общение с теми людьми, которые находятся вот в данном поле деятельности и в данной движухе. Соответственно, я теряю интерес к посещению каких-то крафтовых фестивалей, которые, например, проходят в том же Львове, и он крутейший. Я все время на него хотел попасть, три дня ходить там, слушать эту музыку, пробовать разное пиво. И это кайфово, да, это куча людей, это охрененный нетворкинг, но я не хочу ходить с бутылочкой кока-колы и общаться с людьми, которые используют данный фестиваль по максимуму. Ну, а я, получается, себя от него отрезал. Собственно, примерно вот так, это вот все, что было сейчас у меня, ну, как крутилось в голове, как говорится, да, то, что крутится в голове, то, что у тебя на языке, о чем ты сейчас говоришь, найти это самое важное. А расписывать по пунктам и вспоминать, что же еще хорошего, что же еще плохого, я не буду. Я думаю, и так достаточно интересно рассказал. Последнее, что насколько будет продолжаться этот челлендж, ну, как для себя, я не хочу бухать больше вообще, как бы, да, потому что сейчас у меня наладилась жизнь, она у меня стала совершенно другой, она стала намного интереснее, у меня куча амбициозных планов впереди, и алкоголь, как бы я его не старался там, может быть, приукрасить для себя, сделать то, что ничего там страшного нет, он никаким образом в мою нынешнюю жизнь не вписывается вообще. Вот, я сейчас расту, я работаю над собой, я там сбросил килограммы лишнего веса, я стараюсь следить за питанием, тренироваться, ставить какие-то цели, да, ну, и оно все вот растет, я все время просыпаюсь с отличным настроением, я практически не болею, то есть вот как раз тоже благодаря, наверное, вот этому всему, организм не слабеет от того, что я что-то где-то употребляю, да, а наоборот, крепнет, то есть постоянные какие-то физические нагрузки, хорошее правильное питание, там, чаечек, кофеечек, ну, как-то вот без алкоголя, и получается, что даже когда есть вирус, который цепляют, в принципе, многие люди, да, в городе, там, он их подкашивает, там, ну, поголовно все болеют, ты, если мимолетом что-то подхватываешь, да, чувствуешь, бля, сопли там пошли, там чуть-чуть покашлял, но как-то, хоп, с утра ты уже на ногах, и ты уже нормально, то есть получается, что вирусы уже не так тебе берут, как раньше ты, например, подламывался и болел несколько раз в год. Да, я испытываю проблемы со здоровьем, но не, это не простудные заболевания или какие-то там нехватки витаминов или прочее, это больше заболевания, связанные с физической активностью, не заболевания, а, наверное, травмированность, да, которая, опять же, человеку, вот, как я, да, который начал заниматься спортом после сорока лет, соответственно, он будет попадать в такие ситуации, где где-то скрипнула спина, где где-то зажата мышца, где-то неправильно встала пятка, короче, и прочее, потому что организм не был нагружен этим всем, а сейчас он после вот стольких лет застоя начал активно работать, ну и, соответственно, есть участки, которые заржавели, которые долгое время не были смазаны, не скрипя, вот, но это проблемы, которые решаются, которые постепенно, ну, как бы, показывают на какие-то ошибки, возможно, в моем процессе тренировок, но они исправляются, делаются пометочки, что, ага, вот так вот, не надо, надо немножко так, и происходит дальнейший, дальнейший путь в гору, путь вперед. Такие вот дела, ребята. Собственно, если это видео было для вас интересным, ставьте, пожалуйста, мне лайк, если было неинтересным, ставьте, пожалуйста, мне дизлайк, вот. Буду рад вашим комментариям, подпискам, рекомендациям друзьям, и пишите, пожалуйста, о чем вам рассказать в следующем видосе, кроме паракорда. Про паракорд я все знаю, что вы все его хотите видеть, что вы хотите очень вот этих вот обучающих видео, они будут, они будут. Можете даже в комментариях написать, какие именно обучающие видео по паракорду вам интересны. На этом все. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Всех обнял. Кто? 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 »